Всем привет! Игромер 2016 подошел к концу, ну а я продолжаю делиться с вами видеоотчетами с интересностями, которые мне удалось там увидеть. И этот выпуск будет посвящен стенду Deepcool, который в плане новинок думаю был самым приятным. Они представили несколько моделей корпусов со встроенным контуром жидкостного охлаждения. Это полностью серийные, а не штучные модели, и они будут продаваться уже в таком виде. Первый и самый наверное интересный корпус это Deepcool Genome. По словам представителей он должен появиться у нас в розничной продаже уже в ближайшие пару месяцев. Корпус интересен тем, что во-первых он очень неплохо выглядит внешне, ну и во-вторых тут уже встроена система жидкостного охлаждения с трехсекционным радиатором для охлаждения процессора. Она кстати похожа на Deepcool Capitan 360 и скорее всего это она и есть. Ну и просто установкой серийные СВО в корпус они не ограничились, и в эстетических целях жидкость тут пропускается еще и через резервуар колбу, которая встроена в переднюю часть корпуса. Надеюсь тут стоит более мощная помпа, чем в обычной СВО Deepcool Capitan, иначе будет немного страдать эффективность теплоотвода. Ну и по словам представителей сюда же в контур можно включить и видеокарту. Небольшой радиатор можно разместить на передней внутренней части корпуса, и мне сказали, что подсоединив шланги от видеокарты в контур, можно заставить все работать от комплект на СВО, не покупая дополнительную помпу или резервуар. Также в комплекте идет специальный рейзер, чтобы можно было устанавливать видеокарту на показ, чтобы ее было видно через прозрачную стенку корпуса. Светодиодная лента с подсветкой кстати в комплекте не идет, ее уже приклеили вручную. Что ж, в целом если все это будет стоить не сильно дороже, чем это можно собрать вручную, купив водянку отдельно, то это будет очень интересная модель. Второй корпус это модернизированный дюкейс. Мне сказали, что это также серийная модель, но привезена как эксперимент, и будет ли у нас продаваться и когда именно, пока неизвестно. В целом тут основной принцип такой же, как и у первой модели, но весь контур размещен уже внутри корпуса. И основное внимание привлекает сдвоенный резервуар, верхняя часть которого сделана как бачок с небольшими шестеренками, похожие кстати на датчики потока жидкости, но мне кажется, что здесь они просто декоративные. Ну и снизу резервуар уже переходит в колбу со спиралькой и все это подсвечивается красным цветом. Радиатор для процессора тут уже двухсекционный, но модель водянки более современная, тут шланги уже в оплетке. Ну и опять же будем надеяться, что здесь стоит не стандартная помпа, а с увеличенной мощностью, чтобы гораздо больший контур с дополнительными резервуарами не влиял на скорость потока жидкости и соответственно на эффективность теплообмена. Еще можно выделить декоративную нижнюю панель со светодиодными вставками, которая отделяет блок питания с кучей проводов от основного внутрикорпусного пространства. За счет этого сборки обычно выглядят более аккуратными. Ну и под конец можно отметить замоденную версию корпуса Deepcool Tristeller. Стандартная версия полностью черная, если вы помните, ну а это же уже в более ярком бело-голубом исполнении. Смотрится реально свежо и интересно, но корпус очень узконаправленный и годится разве что под моддинг и как выставочный образец для красивых меня ITX сборок. Что ж, ну а у меня на этом все. Ставьте лайки, если вам понравилось это видео и подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие выпуски. Всем спасибо за внимание и до встречи в новых обзорах. Всем пока! А еще на социалки подпишись, ссылки в описании.